Я хочу вам рассказать об одной картине, которую я нарисовал. Построенный, кажется, добротный корабль, но удивительное дело, что в его, так сказать, архитектуре был допущен какой-то серьёзный изъян, и он постепенно, постепенно наполнялся водой. И в конечном счёте с ним происходила, естественно, какая история, всё это было понятно. Всё это понятно. А о чём картина? А картина вот о чём. Это же притча. На самом деле жизнь каждого человека, каждый из людей является вот этим кораблём, который с самого мгновения своего существования, оказывается, уже имеет в себе изъян. И этот изъян приводит к тому финалу, который нам известен. Иногда он долго, постепенно наполняется и тонет. Иногда он опрокидывается внезапно и неожиданно. Но ещё не было на земле такого корабля человека, которого бы не постигла эта участь. Обязательно этот корабль идёт ко дну. Или медленно угасает, или стремительно, но идёт ко дну. Кажется, самое удивительное, что каждый из людей это знает. Поскольку мы каждый день только видим, слышим, читаем, сообщают. Такой-то, такой-то, такой-то. Но это всё другие. И многие задумываются, говорят, «И я ведь тоже, наверное, или я исключение?» Мы же знаем, что, оказывается, что-то странное с человеком происходит, какой-то изъян в самой природе нашей есть, благодаря которому корабль нашей жизни в течение какого-то времени, но непременно, непременно погружается, и его бытие на поверхности этого океана оканчивается. И вот многие люди относятся к этому небезразлично. Есть, которые не думают, а многие к этому совсем небезразлично относятся и начинают задумываться, что бы это значило, и куда же мой корабль уйдёт, корабль моей жизни? Какой же смысл моего существования? Во что я должен верить? И если хотите верить, то ведь нельзя же просто так верить, а, наверное, какие-то должны быть основания для этой веры. И мы видим, если мы обратимся к истории, к истории, если хотите, человеческой мысли, философской мысли, а она, вы знаете, давно-давно существует. Очень давно. По крайней мере, та письменность, которая до нас доходит, она уже свидетельствует о том, что этот вопрос, «Зачем же я живу? Для какой цели? Для какой цели я живу? И что проку? Смысл какой в моей жизни?» Этот вопрос иногда людей доводил до чуть ли не экстатического состояния. Были случаи, когда, не находя ответа на этот вопрос и видя другой стороны всё, весь этот водоворот жизни, эту бессмыслицу непрерывной суеты, этих, кажется, взлётов иногда, когда у многих ли это взлёты бывают, жизненные взлёты и падения, часто катастрофические падения, да, и видя вообще всю эту пресноту этой жизни. Некоторые просто не выносили, даже кончали жизнь. Создавались целые даже концепции окончания жизни. И по-разному решался этот вопрос. Значит, некоторые просто ничего не находили. Не хватало, может быть, ума, не хватало знаний. Но мы видим, что в истории, как философии, так и религии, действительно, возникали разные учения. Если мы коснёмся истории наиболее большой, нужно сказать, я бы сказал так даже, глобальной истории, глобальной по времени, по времени и по охвату земного шара, насколько говорит нам историческая наука, то самый, самый всеобщий ответ, который был на земле у всех народов, это была вера в то, что есть Бог, что есть, что личность неуничтожима, что с распадом тела и прекращением тела человек не исчезает. Эта жизнь продолжается. Продолжается, правда, в ином мире. Продолжаются, видимо, там другие законы. Но, что особенно было важным при этом, то, что многие понимали, что, оказывается, подлинная оценка этих земных деяний, которые совершаю я, происходит именно там. Здесь всё условно, здесь нет никакой стабильности, здесь мы можем видеть, как самые недостойные взлетают вверх, самые достойные оказываются в унижении, здесь всё непрочно, всё изменяемо. Причём часто это происходит во мгновении ока. Все верили, что есть, как Лермонтов, помните, писал, есть высший, есть высший судья. Он ждёт, он недоступен звону злато, и мысли, и дела он знает наперёд. Эта вера, если мы коснёмся науки, я говорю только о науке, об исторической науке, охватывала, охватывала жителей всей земли. Об этом очень красиво написал известный оратор и деятель римской империи Цицерон, который говорил, обойдите, обойдите все народы, все города. Вы найдёте даже города без всяких стен и защиты. Вы найдёте народы без монет, без письменности, но вы не найдёте ни одного народа, в котором вы не обращались к богам, не приносили бы им жертвы. То есть, основное убеждение всего человечества именно было таковым. При этом, при этом, это убеждение было никаких-нибудь, знаете, людей, которые, ну, не способны были мыслить, как иногда это мы можем прочитать в какой-нибудь паршивенькой книжонке. Это были величайшие мыслители, такие мыслители, философские сочинения, например, которых мы до сих пор читаем и изумляемся глубине, глубине мысли. Ну, что вы, без Аристотеля, например, что вы, и наша юридическая, даже наука не может существовать, а Платон, а Платон ссылается на Сократа, что вы, это удивительные люди, а тёмный Гераклит. Это один из ответов, который давал, давал, открывал человеку какое-то, какое-то направление жизни, перспективу жизни. Если хотите, некое оправдание этой жизни, оправдание, если хотите, вот той никчёмности всей этой жизни, если ничего потом нет, нет. Действительно, если ничего потом нет, это вера в ничего, вера в ничто, не мог человек смириться с этим. Ибо все понимали, и даже есть такая очень хорошая, опять-таки скажу, картинка, когда два, ну, близнецы в утрове матери проводят между собой дискуссию, такую очень серьёзную дискуссию. один говорит, знаешь, я слышал, я так думаю, нет, не слышал, я так думаю, что всё-таки вот эта жизнь наша, эта жизнь наша, она скоро кончится, и мы окажемся в другом мире. там, говорят, всё не то, совсем там другое, всё другое. Тут, говорят, глупость эта, говорят, чушь какая, откуда ты взял, какие-то основания, откуда ты придумал, глупый ты, что ли? разговор двух близнецов. Да чего точно он соответствует? Нам, близнецам, одни говорят, нет ничего, ни будущности, ни Бога, ни души, ни бессмертия личности, я верю в ничто. Вечная смерть ожидает меня. Какая красота! Вечная смерть? А почему ты веришь? А почему ты веришь, что вечная смерть тебя ожидает? У тебя какие-то есть основания? У тебя есть основания хотя бы те, что никакого высшего разума нет, никакого Бога нет. Да? Какие основания? Ну, скажи! Это же интересно узнать! Я однажды спрашиваю доктора философских наук, человека действительно образованного, по существу, я просто с уважением отнёсся к его познаниям. Я спрашиваю, вы не ответите на вопрос, а что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Образованному человеку, который окончил институт, два, если сколько хотите, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Как убедиться, что здесь нет белого медведя в лесу? Или бурого? Что нужно сделать? Ведь наука прямо говорит об очень простой, элементарной истине, что мир, в котором мы живём, с точки зрения познания, познание бесконечен. Он бесконечен вверх, в космос, он бесконечен вниз, в изучении материи, он бесконечен в изучении, оказывается, даже самой живой структуры нашего, если хотите, любого организма, живой клетки. А он совсем уже бесконечен, когда мы коснёмся изучения нашей души, нашей психи, психики, этого духовного мира. Бесконечен? А какой можно сделать вывод, если бесконечен? Можно ли утверждать при лицом бесконечности на основе наших, даже не знаю, как назвать, конечных знаний, даже смешно, ну, по крайней мере, говорить о том, что нет ничего? Как сказал один из академиков, наше познание, прошлое и настоящее, и будущее, будут всегда представлять из себя ничтожный островок в бесконечном океане непознанного. можно ли на этом основании отрицать что-то? И многие, многие и большинство разумных людей, которые не могли прийти к вере, если в Бога, они говорят, я не знаю. Я не знаю. Поэтому выглядит очень странным заявление, заявление, которое являлось основным в течение вот предупредшествующих, вы знаете, каких семидесяти лет, когда единственным научным, слышите, мировоззрением, было атеистическое, нет Бога. Научным главное. Вы слышите, оказывается, наука? Я прошёл две комнаты вот в этом особняке, никого не встретил, никого нет здесь. Ох, как научно! Сверхнаучно! Просто поразительно! Да чего же это разумно, Боже мой! Но это... Если бы... Если бы это просто ограничивалось, это я ошибкой, и всё. Нет. А какие проистекают следствия-то из этого, если ничего нет? Если я убеждён, нет, я ничего не вижу, и всё, значит, ничего нет. Какую печать налагает это на всю мою жизнь? И должно по существу налагать. Какие следствия из этого оказываются, ни добро, которое я делаю, ни зло, которое я сотворю, по существу не имеют, оказывается, никакого смысла. Когда я сплю, я что, осознаю? Своё добро или зло? Да ничего. Так же и смерть. Усну и ничего. Не всё ли равно, значит, тогда, как жить? Вы знаете, вот этой, такой высшей степени пестимистической, я бы с концепцией, противостоит что больше всего? Вы думаете, религия? Нет. Нравственное чувство человека. Душа не принимает. Простите, я что, баран, которого завежут? И всё, да? Что, личность неуничтожима? Или уничтожима? Это что? Почему я в это могу верить? На каком основании? Только потому, что я чего-то не увидел, но я многого чего не вижу. Поэтому мы видим, видим, что с самого начала своего существования, насколько это доступно научным исследованиям, с самого, повторяю, с начала, наука не нашла исторически ни одного племени, ни одного народа, в котором бы не было религии. Это удивительное явление. Говорили, правда, что всё это от невежества, от непонимания, от недостаточности научных познаний, дожили до 21 века. Оказывается, величайшие учёные, оказывается, всех поколений, до настоящего времени, оказывается, мы видим, величайшие учёные, которые стоят на самом вот передовой позиции научных познаний, вдруг верят в Бога. значит, дело не в невежестве, дело в чём-то другом. Религия, оказывается, это не просто вывод, как говорят, из неполной индукции, из этой уничтожной совокупности моих познаний, о которых я могу говорить, я на этом основании не вижу. Нет! Нет! Религия проистекает из чего-то другого. И верно! Верно! Другая точка зрения, другая точка зрения, которая всё больше, кстати, находится в подтверждении уже в области не интуиции человеческой, не просто чувства, которые присутствуют в нём, а находит в себе всё больше оправданий даже в плане чисто научном, отвлечённом, если хотите, не касающимся даже интуиции. Вот Дубне, это город под Москвой, в Московской области, ежегодно проходит конференция «Наука, философия, религия». Я там постоянно бываю уже. Так. И что любопытно. Вот уже, пожалуй, последние десятка-полтора лет, может быть, ну, это просто полтора лет, поскольку с 90-го года эти конференции проходят, что на себя обращают внимание, что, в частности, физики – это больше всего, космологи, ну, биологи, да, генетики, которые присутствуют на этой конференции, выступают с закладами, в один голос говорят о том, что Вселенная, насколько доступна нашим познаниям, и вверх, и вниз, и вглубь, и вширь, устроена антропным образом. они говорят об антропном принципе, принципе существования этого мира и неорганического, поскольку материя поражает, поражает просто своим антропным, сейчас расскажу, что это такое, а уж тем более, когда мы касаемся жизни, когда касаемся живой клетки, живого организма, существование этой природы, живой вообще просто поражает. Антропос – это человек, то есть это разумное существо, антропный принцип – это принцип, гласящий, что, оказывается, всё устроено поразительно, разумно, разумно, поразительно, причём до такой степени, что просто удивляются учёные, просто с недоумением, и чем более соприкасаются с глубиной познания этого мира, как материального, не живой материи, так и живой, тем больше приходит в какой-то восторг и изумление. Антропный принцип. Недаром ещё древний, величайший философ Сократ говорил, вы что же думаете, что только у нас есть разум, и нет никакого высшего разума? А Пифагор, поражённый величием этого мира, назвал его космосом, то есть красотой. не просто это целесообразие устройства, это не только просто, это оказывается прекрасно, это просто красота даже оказывается. Всё это невольно возбуждало мысль к принятию, конечно же, наиболее, так сказать, соответствующего всему этому вывода. Есть высший разум. Причём это не просто разум. Это не просто разум. Это разум, всё устраивающий самым целесообразным образом, самым прекрасным образом. И если мы обратимся к некоторым мыслителям, уже мыслителям порядка такого углубляющихся в природу человека, то один из них говорил, один из них говорил, «Я не видел большей красоты, чем красота души человеческой». Да и действительно это так. Увидеть красоту души человеческой – это, конечно, созерцание, превышающее любую красоту. Религия, как таковая, она возникла, оказывается, не только из чувства, из чувства того, что я не могу поверить, что моя личность будет уничтожена. Она возникла, оказывается, из созерцания этого окружающего мира, из созерцания внутреннего мира. И это чувство увеличивается с увеличением и глубиной наших познаний. Религия. Она отвечает на главнейший вопрос, почему я живу, зачем я живу и каким я должен быть. Она отвечает на смысл, на вопрос о смысле человеческой жизни. Да, я понимаю, если есть Бог, если действительно есть иной мир, мир, мир какой? Абсолютной справедливости, перед которым каждый человек встанет, хочет или не хочет. Каждый этот кораблик, который, кажется, утонул в этом океане бесконечном, так на самом-то деле угасает и тонет только эта внешняя одежонка, личность остаётся. И здесь начинается уже подлинная, абсолютная истина и правда, с которой встречается человек. И скажу, даже это не всё. Верно, все религии об этом в той или иной форме говорили, но возникло христианство, и оно открыло человечеству, я другого слова не нахожу, как именно открыло человечество, нечто беспрецедентное. Оказывается, то, что древние мыслители и представители всех других религий называли высшим разумом и высшей справедливостью, оказывается, даже это неполно. Даже это поэтому неверно. Вы знаете, это всё правильно? Правильно. Но это неполно. Следовательно, не совсем правильно. Мы же это понимаем. Неполная информация – это не есть ещё, не есть ещё действительно истина.